Книга. Яков Галеви Фильбер. Аделет Ашахар. Утренняя Заря. Справочные главы и источники по теме Израиль, его Тора и его искупления в его стране. Издано Институтом исследований Мишны имени Рава Кука в святом городе Иерусалиме. Текст на обложке. Раби Хая Великий и Раби Шимон бен Халафта шли по долине Арбель и увидели Айелед Ашахар, утреннюю зарю, излучающую свет. Раби Хая Великий сказал Раби Шимону, таково искупление Геула, Израиля. Вначале мало-помалу, но постепенно все больше и больше. Иерусалимский Талмуд. Брахот. 1.1. Примечания переводчика. Народный перевод. Прошу компетентных читателей присылать свои замечания при обнаружении ошибок. Эта книга – один из основных источников религиозного сионизма. Насколько важна она именно сегодня объяснять излишнее. Хочу в качестве вступления к этому переводу предпослать небольшую статью. Пинхас Полонский. Серебряный поднос. Выражение «серебряный поднос» является в Израиле образом вклада павших солдат в возрождение и защиту страны. В выплавке подноса участвовали евреи из всех групп населения и также друзы, и наше безмерное уважение к ним ко всем. В первые десятилетия Израиля непропорционально большой вклад в этот поднос внесли кибуцники. Их было много в боевых частях и, соответственно, среди павших. И это составляет одну из основ заслуженного уважения израильтян к прошлому кибуцев. Но сегодня картина изменилась. На наших глазах значительная часть серебряного подноса превратилась в вязаную кипу. ЦАГАЛ не публикует данные о том, какой процент в боевых частях составляют религиозные солдаты. Однако публикуются подробные сведения о павших и, в частности, в какой школе он учился. А это является однозначным показателем принадлежности к определенному сектору. Социологи и журналисты провели анализ этой ужасающей статистики. И оказалось, что среди павших около 45% составляли религиозные сионисты, что в три раза больше, чем их процент в еврейском населении страны. 15%. И почти 20% павших — это молодежь из поселений в Иудее и Самарии. В четыре раза больше, чем их процент в населении. 5%. Многие говорят, не надо об этом говорить. Нельзя делить еврейскую кровь на разные виды. Это святое. Мы воюем все вместе. Конечно, мы воюем и победим вместе. Но все вместе не дает основания замолчать вклад религиозных. Если ты обвиняешь харидивный сектор в том, что их мало в цахале, то изволь тогда признать роль вязаного сектора, выходцев из которого непропорционально много. И мы хорошо знаем, что крики «Незамай! Это святое!» часто признак лицемерия. Ведь у этих обвинителей не возникает никакой моральной дилеммы при обсуждении вклада кибуцников. А в 1995 году, когда был убит Ицхак Рабин, те же самые СМИ обвинили весь религиозный сионизм в ответственности за убийство, и у них не было проблемы возложить вину за преступление, на весь сектор. Левые политики и СМИ проклинают религиозный сионизм, называя его «мессианцы», «фанатики», «фашисты», «еврейский Хамас», мечтающий ввергнуть Израилю в большую войну. А на самом деле именно задача продвижения этой пропаганды а вовсе не проблема, нельзя делить павших по секторам. И есть причина молчания о статистике павших, которая дает другой взгляд на роль этих «кипастых» в кавычках. Политический комментатор 12-го канала Амит Сигаль подчеркивает, «В течение многих лет вела скампания дефамации и клеветы против религиозного сионизма и поселенцев. С этим должно быть покончено. Пришло время подумать об этом лагере по-другому. Жертвы, принесенные религиозно-сионистской общиной, должны быть признаны». Конец цитаты. Овидный и левый активист Ури Заки, председатель исполкома партии Мерец, отнюдь не питающий слабости к религиозному сионизму, пишет, «В трудные дни войны невозможно игнорировать большое количество павших солдат из религиозно-сионистского лагеря. Мы должны приветствовать эту общину, которая отдает свою жизнь, защищая Израиль». Конец цитаты. И когда левые предлагают «правительство без мессианцев», то они лицемерно умалчивают, что без этих «мессианцев» в кавычках на поле боя Израилю не выстоять. Признав факт героизма религиозного сектора, зададимся вопросом, почему при наличии 45% вязаной экипы на поле боя среди генералитета их практически нет? Армия, разумеется, говорит, генералами становятся лучшие из лучших. Но сегодня в это верить уже невозможно. После того, как мы увидели результат деятельности этих «лучших» в кавычках катастрофе 7 октября. Одна из причин провала армии в том, что на высшие генеральские посты назначают только исповедующих левые политические взгляды, пресловутую «концепцию мира» в кавычках. Якобы настоящие войны закончились, палестинские арабы стремятся к миру с Израилем, а для поддержания безопасности достаточно «маленькой умной армии». Ну а у религиозных сионистов другой взгляд, и из-за этого путь в генералы для них закрыт. И произошедшая катастрофа – результат такого политического отбора. Поэтому вопрос снятия борьера, блокирующего продвижение религиозных офицеров, что очень быстро, естественным образом, приведет и к их пропорциональному представительству в генералитете – это вопрос отнюдь не секторальный. Это вопрос наличия разных точек зрения в генштабе и, соответственно, всестороннего анализа возникающих проблем. А в этом залог выживания всех нас. Второй важнейший вопрос касается места сионизма в идеологии разных секторов населения. В первые десятилетия государства подавляющее большинство воевавших были далеки от религии. Со временем в просвещенном обществе, в кавычках, возобладал постсионизм, вера в иллюзию, кавычки, «скорого мира стоит лишь отдать территории», кавычки, «постоянно будируемая безумная идея», кавычки, «да есть ли у нас вообще право на эту страну», кавычки. Их новые поколения не понимают, зачем нужна сильная массовая армия, кавычки, ведь вопросы можно решить на переговорах с помощью подачек и экономики, кавычки. Но эти разрушительные процессы не коснулись религиозных сионистов, продолжающих трезво оценивать ситуацию. Своим примером они учат нас заново тому, что всем было очевидно в 1948 году и что, несмотря ни на что, остается актуальным сегодня. Пришла пора не только прекратить ненависть, но и учиться увязанной кипы, в кавычках, современному пониманию сионизма. Конец статьи. Текст книги изобилуют цитатами, как снабженными ссылками, так и такими, ссылки на источники которых не приводятся, поскольку читателю, получившему еврейское религиозное образование, должно быть и так понятно, откуда эти слова. Однако ни переводчик, ни основная масса будущих русскоязычных читателей в Яшиве не учились. Главная трудность перевода этой книги – перевод многочисленных цитат из источников, переводов которых на русский не существует, во всяком случае в интернете. Полагаю, нужен какой-нибудь русскоязычный ешеботник для редактирования перевода. И, конечно, нужно согласие автора, который жив и живет в Иерусалиме, по поводу соблюдения авторских прав. Может ли кто-нибудь помочь в этих вопросах? Но это программа максимум. По минимуму буду просто переводить, как могу, и выкладывать перевод и оригинал в две колонки. И просить компетентных читателей пересылать свои замечания при обнаружении ошибок. Это называется народный перевод. Его будут видеть, по крайней мере, более 2600 моих подписчиков на Ютюбе и более 750 на Фейсбуке на данный момент. И это лучше, чем ничего. Не правда ли?